приветствую всех с вами олег саламаха смотрим с вами главный турнир этого года турнир претендентов 2024 который проходит в городе торонто в канаде участвует 8 сильнейших шахматистов которые отобрались через различные турниры и главный приз этого турнира право вызвать на матч на первенство мира действующего чемпиона мира день лежения и так играет я непомнящий также рамеж бабу прагнананха фабиана каруана ниджа табасов сантош гуджерати видит хикару накамура алиреза ферруджа и дамараджу гукеш сразу три представителя страны индия принимает участие в этом мощнейшем турнире ну и повторюсь ставки здесь очень высоки помимо того что здесь очень высокие денежные призы конечно всех интересует главный это получить путевку на первенство мира и так со 2 по 23 апреля мы с вами будем смотреть главные партии этого года поэтому ставим лайк до начала обзора это позволит видео продвигаться в рекомендациях и давайте посмотрим как закончились партии сегодняшнего тура внимание на экран прежде чем смотреть партии давайте ознакомимся со временным контролем и регламентом и так играют у нас шахматисты по круговой системе в два круга временной контроль два часа на первые 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с сорок первого противники не могут согласиться на ничью до сорок первого хода также призовой фонд турнира 500 тысяч евро распределяется следующим образом за первое место 48 тысяч евро и право встретиться в матче с чемпионом мира день лежением второе место 36 тысяч евро третье 24 тысячи евро и по три с половиной тысячи евро за каждый пол очка при равенстве очков призовые делятся поровну также давайте познакомимся с расписанием турнир у нас проходит с 4 по 21 апреля 22 апреля будет либо тайбрейк либо церемония закрытия и 4 выходных дня 8 12 16 и 19 апреля в десятом туре играет хикару накамура против ниджата аббасова фабиана круана против алиры зафи руджи я не помнящий против домараджу гукеша рамеж бабу прагнананха против сантош гуджерати видит а белыми играл рамеж бабу прагнананха черным играл сантош гуджерати видит смотрим с вами индийское противостояние в этой партии рамеж бабу прагнананха начинает игру ходом королевской пешки е4 сантош гуджерати видит отвечает симметрично е5 после конь f3 конь c6 слон b5 конь f6 разыграна испанская партия берлинская защита разменялись на c6 белый играют ферзь е2 поскольку плохо брать на поле е5 из-за хода ферзь d4 с двойным ударом на коня и на пункт на поле f2 все это давным-давно известно ферзь е2 конь d7 теперь черные укрепляют пешку поскольку она была атакована слон е3 ферзь е7 после конь c3 слон d6 черные уводят слона из-под размена белые переводят коня через поле d2 на поле c4 и дальше после хода конь е6 ферзь d2 f6 черные укрепляют пешку на поле е5 ну а белые меняются на поле d6 и проводят после подготавливающего хода конь е2 продвижение f4 после е в конь бьет f4 c5 ферзь f2 слон b7 конь е6 ферзь е6 получается абсолютно равная позиция где как мы видим на доске остаются разноцветные слоны если убрать все тяжелые фигуры ну и после b3 чтобы пешка на поле a2 не висела например если белые будут играть длинная рокировка длинная рокировка короткая рокировка поскольку черные определились с рокировкой так как они рокировали в длинную сторону белые рокируют в противоположную поскольку именно наличие разноцветных слонов позволяет попытаться начать атаку король b8 ладья е1 ладья f8 ферзь f5 но здесь рамеж баба прогнананха вовсе не помышляет ни о какой атаке он просто играет чисто на отбой ферзь d6 а сантош гуджерати видит настроен боево бить на поле h7 плохо из-за хода ладья h8 и будет висеть пешка на поле h2 ферзь h3 h6 ладья f2 слон c8 после ферзь g3 снова предлагает размен ферзей рамеж баба прогнананха ну и здесь уже сантош гуджерати видит не отказывается поскольку он портит белом структуру на королевском фланге но ничего это по большому счету ему не приносит после слон е6 а4 а5 ферзевый фланг закрывается ну и дальше особо ничего интересного не происходило шахматисты начали просто топтаться на месте и согласились в итоге на ничью на 39 ходу идем дальше друзья спонсор сегодняшнего обзора крупнейший канал по шахматам чес мастер и их проект школа победителей благодаря которой вы сможете быстро и с кайфом получить первый разряд шахматах постоянная поддержка учеников доступ к общению в чате телеграм и многое другое сейчас период турнира претендентов проходит большая шахматная акция в рамках которой вы можете выиграть множество ценных призов от айфона до возможности сыграть с максимом амариевым и получить видеоразбор своих партий торопитесь количество мест ограничено все подробности по ссылке в описании и закрепленном комментарии к видео учитесь играть и побеждать вместе с чес-мастер и школой победителей белыми играл ян непомнящий черными играл домараджу гукеш центральная встреча десятого тура играют оба лидера и именно в этой партии может решаться судьба первого места если например ян непомнящий обыгрывает домараджу гукеша то он устраняет своего основного конкурента и дальше ему будет гораздо проще давайте посмотрим что происходило в партии непомнящий начинает игру ходом королевской пешки домараджу гукеш отвечает е5 после коня в 3 конь c6 слон b5 a6 слон a4 здесь домараджу гукеш применяет более редкое продолжение конь е7 белые захватывают центр играет d4 черные еще и центр сдают после ед конь d4 конь d4 ферзь d4 у белых как мы видим перевес в пространстве но конь c6 напали на ферзя ферзь пока атакован поэтому непомнящий отводит его на поле е3 и теперь черные спокойно заканчивают развитие играет слон е7 поскольку удар спорт с пункта на поле g7 белые сняли конь c3 рокировка конь d5 и b5 играют черные нападая на слона после слон b3 конь a5 черные вылавливают белопольного слона непомнящего на размен ферзь g3 атакуя пункт на поле c7 но слон d6 теперь понятное дело что нельзя играть е5 из-за слон бьет е5 и отсутствие рокировки здесь губит белых так как на ферзь е5 будет связка ладья е8 поэтому слон f4 играет непомнящий ну и после слона f4 ферзь f4 d6 у черных отличная позиция рокировка слон е6 ладья d1 ладья е8 h3 h6 ладья d3 непомнящий все еще мечтает об атаке ладья переводится через третью горизонталь где будет грозить удар ферзь бьет h6 c5 но черные тем временем грозят просто заловить слона ходом c4 ладья g3 тем не менее создается угроза ферзь бьет h6 непомнящий идет в атаку король h8 ну теперь уже надо думать о угрозе черных c4 поэтому c3 играет непомнящий намереваясь увести слона но конечно домараджу гукеш сразу его разменивает на поле b3 после ab меняется и на d5 ну и после ед атакующий потенциал белых сходит на нет на доске остается как мы видим полностью вся тяжелая артиллерия и фактический переход в окончание после ферзь d7 b4 играет непомнящий избавляясь от сдвоенной слабой пешки cb ферзь бьет b4 ладья е5 ферзь d4 ферзь a7 черные пытаются разменять ферзей и причались к мирной гавани ну и в итоге в принципе все так и происходит размен ферзей состоялся переход в ладейное окончание которое как известно не выигрывается ну и в результате шахматисты быстренько исполнили все самые необходимые ходы и поскольку запрещено было соглашаться до 40-го хода то доиграв до 40-го хода после хода g6 шахматисты немедленно согласились на ничью и так друзья интрига турнира сохраняется поскольку непомнящий и домараджу гукеш оба лидера сыграли между собой в ничью они продолжают вдвоем лидировать но что же происходило на остальных досках давайте посмотрим теперь партии преследователей идем дальше белыми играл хикару накамура черными играл ниджат абасов практически последний шанс для хикару накамуры попытаться догнать уходящих вдаль лидеров он играет белыми вышел на борьбу против аутсайдера турнира ниджата абасова начинает игру ходом королевской пешки хикару накамура е4 ниджат абасов отвечает симметрично е5 после кони в 3 кони в 6 разыграна русская партия или защита петрова пьет на поле е5 хикару накамура д6 прогоняет коня ниджат абасов после кони в 3 забирает на е4 исполняются все самые необходимые теоретические ходы d3 кони в 6 до 4 до 5 слон d3 c5 c3 c4 центр закрывается после солнца 2 слон d6 оба шахматиста заканчивают развитие игра и рокировка h3 важный профилактический ход белый не пускают слона на поле g4 где он будет неприятно связывать коня на поле f3 конь c6 слон g5 h6 слон h4 и вот здесь наступает первый критический момент в партии ниджат абасов ошибся ходом b5 и позволяет белым захватить инициативу здесь можно было смело играть g5 ну понятно чего испугался здесь азербайджанский гроссмейстер белый могут пожертвовать здесь фигуру за две пешки раскрыть полностью черного короля ну анализ показывает что после хода король g7 особых продолжений атаки здесь за белых не видно здесь черные держались но понятно что человеческой точки зрения играть такое попросту страшно после слон h4 еще был момент вадя е8 можно было сыграть ну тогда а4 белые могли сами сыграть а4 не пуская пешку черных на поле b5 ну тогда слон f4 неплохой ход за черных есть ферзь идет на d6 и также пешка может пойти на поле g5 в общем здесь борьба была бы примерно равной после же хода b5 здесь белые играют вадя е1 пока не вроде бы ничего страшного не происходит черные накатывают пешки на ферзевом фланге и белые прыгают конем в центр захватывая инициативу вадя a6 конь d2 слон c7 ферзь f3 конь e7 b3 белые пытаются вскрыть игру на ферзевом фланге играют по всей доске а4 ну ни джата басов тоже принципе не уступает ни в чем пока американскому гроссмейстеру ба ба позиция на ферзевом фланге немножко подуспокоилась конь f1 a3 ладя b1 ладя е6 конь g4 играет хикару накамура нападая на коня на поле f6 вынуждая размен конь g4 a g ферзь e8 слон g3 и вот в этой позиции на 24 ходу продумав почти 8 минут азербайджанский гроссмейстер все-таки ошибся серьезно сыграл слон a5 он избегает размена чернопольных слонов нападает на пешку на поле c3 но здесь надо было играть ферзь c6 и после вадя е6 слон е6 конь е3 слон а5 здесь уже можно прицепиться к пешке на поле c3 и на конь f5 просто конь g6 черные укрепляются ну и здесь позиция была бы примерно равной итак слон a5 теперь бьет на поле е6 хикару накамура после слона е6 вторгается ладей на поле b7 угрожает неприятный ход слон d6 и тут ходом конь c8 ниджат аббаса взевает после чего получает просто позицию близкую к проигранной все дело в том что конь удаляется от защиты короля конь на поле c8 вообще не принимает никакого участия в игре и это грубая ошибка конь g6 надо было играть понятно что здесь могло не понравится ни джата аббасова что здесь слон бьет g6 могут сыграть белые и испортить структуру черным на королевском фланге но здесь промежуточный ход ферзь c6 есть интересный напали на ладью белые могут выиграть пешку даже взять на поле f7 но после слона f7 ладя е7 ферзь f6 черные спекулируют размену ферзей после ферзь e3 ферзь g5 нападают снова на ферзя и на пешку на g4 не забываем что у белых также пешка на поле c3 находится под боем слона слон d6 ферзь e3 ладья е3 ладья е8 после слон бьет а3 ладья е3 конь е3 слон c3 черные нападают на пешку на поле d4 слон c5 белые защищают кажется что здесь белая пешка побежит ферзи но после точного хода слон d2 черные предъявляют свои козыри у них есть мощная проходная пешка по вертикали c и здесь позиция идет просто на все три результата игра итак конь c8 ошибка но здесь ошибается также и американский гроссмейстер хикаро накамура играя слон f4 сразу побеждал прорыв g5 с угрозой ферзь h5 белый пользуется тем что конь удалился от основного театра боевых действий ну и здесь ферзь h5 просто разваливает полностью всю оборону черных главный вариант ферзь c6 напали на ладью ладья b8 ладья ушла из-под боя ладья здесь находится под защитой слона hg ферзь h5 f5 ну здесь действительно варианты сложные надо сказать и не мудрено что такого шахматисты не нашли здесь слон е5 с угрозой ферзь g6 солнце 7 напали вроде бы на слона на ладью но слон а4 отвлекающая жертва слона и вот благодаря ей белые как раз таки побеждают отвлекаем ферзя затем играем ферзь g6 нападая на мат и на слона на единственный ход ферзь d7 защищающий и от мата и слона на поле е6 находится еще и ход ладья b7 намертво связывающий слона на поле c7 ну и здесь белые побеждали потому что следующий ход ладья бьет c7 затем трещит по швам пункт на поле g7 ну здесь черные просто не держатся и так слон f4 теперь ферзь идет на поле c6 ниджа табасов прогоняет ладью ладья идет на поле b8 конь е7 и ладья возвращается на поле b1 здесь хикаро накамура отказался от выигрыша качества путем слона h7 шах мы отвлекаем короля от защиты ладьи но здесь получается что после хода конь g6 двойной удар на ладью и на слона после ладья b8 слон бьет c3 черный пользуется перегрузкой то что ферзь защищает слона на поле f4 на ферзь f4 конь f4 с угрозой конь е2 вилка ну и здесь черный резко активизируется как-то понятно что сюда не хотелось хикаро накамури идти за пожертвованные качества здесь у черных полная компенсация потому что они еще и пешку на поле g4 отъедят и так ладья b1 но здесь уже не джа табасов начал перехватывать инициативу ферзь d7 навалился на пешку на g4 g5 слон g4 напал на ферзя ферзь g3 h5 укрепился азербайджанский гроссмейстер ферзь е3 конь g6 слон h2 ладья е8 как-то все фигуры хикаро накамури вдруг пошли назад и тут ферзь d2 еще одну ошибку допускает американский гроссмейстер и уже преимущество переходит как не это ни странно к черным здесь ладья b8 надо было срочно отрубить отбой пользоваться связкой ну и дальше примерно такие вот варианты где полностью позиция выравнивалась после слон бьет c3 слон бьет а3 получалось примерное равенство и так ферзь d2 ладья идет на поле е2 у ниджа табасова ладья b8 шах король h7 ферзь c1 играет хикаро накамура теперь ловушка нельзя брать пешку на поле c3 из-за хода слон бьет g6 шах и слон просто теряется на скрытом ударе и вот здесь в этой критической позиции продумав всего лишь 10 секунд потому что явно скорее всего был цитнот у ниджа табасова он допускает проигрывающий ход ферзь е7 идея простая и понятна грозит ход ладья е1 но зевает азербайджанский гроссмейстер красивый контрудар от американского гроссмейстера здесь надо было сыграть слон c7 ему нападая на ладью и на слона размениваются чернопольные слоны после ладья a8 теперь уже можно сыграть ферзь е7 теперь уже той возможности которая случилась в партии просто нет у белых так как на ход конь е3 пешка на поле g5 подвисает f3 слон d7 ладья a5 слон c6 ну и здесь уже белые должны пытаться играть на отбой слон c6 там прицепляться как-то к слону на слон d7 ладья a5 ну и здесь вот еще анализ показывает что как-то белые держатся хотя опять же с трудом смотрите нельзя бить пешку на а3 потому что висит слон на поле c2 нельзя например бить ладьей на поле а3 потому что удар последует ладья бьет c2 с отвлечением ладьи на поле а3 короче здесь у белых уже были проблемы черные переиграли как это ни странно белых но после ферзь c1 ферзь е7 сыграл здесь ниджа табасов и хикару накамура наносит страшные силы контрудар слон е5 теперь уже нет угрозы ладья е1 слон перекрыл действия ферзя на ладью и грозит просто ход конь g3 с выигрышем качества собственно все так и произошло ферзь е6 конь g3 после ладья бьет е5 ниджа табасов вынужден был пожертвовать качество ну и здесь уже хикару накамура естественно встрепенулся поскольку получает он позицию близкую к выигранной огромные шансы на победу и своего шанса американский гроссмейстер не упускает в результате белые здесь перегруппироваются подтягивают своего короля после f4 слон f5 выменивает хикару накамура активного слона черных f3 шах король f1 ну и все дальше продолжение не видно потому что поле h3 белый держат и получается что после разменов белая пешка а решает исход этой партии после слон g5 a5 ниджа табасов сдался и хикару накамура у нас одерживает победу которая позволяет ему снова подключиться к гонке за лидерами что тут можно сказать американский гроссмейстер хикару накамура проявил характер победил все-таки на морально волевых качествах аутсайзера турнира который надо сказать оказывал достаточно серьезное сопротивление ну и в результате американский гроссмейстер победил за волю к победе хикару накамури мы естественно аплодируем браво идем дальше делами играл фабиана каруана черным играл алира зафи руджа смотрим с вами еще одно противостояние американского гроссмейстера он играет против алиры зафи руджи который на этом турнире идет неважно плюс он еще и оказывается любит поскандалить предыдущей партии он жаловался вернее да он жаловался на судью за то что тот сказал ему топать потише дело в том что там фи руджи одел свои какие-то там лобутены модные и в общем ходил по полу который немножко поскриповал ну и специально топал ногами мешал соответственно другим шахматистам сосредоточиться судья попросил его это не делать но фи руджи потом разразился в твиттере гневной тирадой в адрес этого судьи то что типа вот он его там сбил с концентрации и в результате он не смог победить российского суперграссмейстера я на непомнящего тут можно сказать только пословицу вспомнить да что плохому танцору всегда что-то мешает итак фабиана крана начинает игру ходом королевской пешки е4 алирза фи руджи отвечает ходом c5 после конь f3 d6 d4 cd конь d4 конь f6 конь c3 a6 разыгранная сицилианская защита вариант найдорфа ладья g1 фабиана крана преподносит сюрприз сразу же показывает что он пытается играть на победу h5 слон c4 g6 слон g5 слон g7 ферзь d2 ферзь a5 и длинная рокировка и так белые заканчивают развитие черный отвечает конь c6 после конь b3 здесь алирза фи руджа и проводит интересную разменную комбинацию он временно жертвует ферзя на поле g5 и после ферзь бьет g5 ходом слона 6 связывает ферзя и намеревается его отыграть в удобной для себя редакции h4 и тут алирза фи руджа по настоящему удивил шахматную общественность потому что продумав почти 16 минут здесь он допускает проигрывающий ход слон е6 уже в дебюте на 13 ходу ну понятно что надо было не выпендриваться просто отыграть ферзя сыграть конь h7 вызвать ход f4 защищающий пешку на слон g4 просто нападаем на ладью ладья d2 и просто длинная рокировка получается примерно равная позиция с обоюдными шансами но слон е6 играет ферруджа и тут фабиана курана тоже удивил поверив своему сопернику сыграл слон е2 неожиданно выясняется что вообще побеждал ход слон бьет е6 и на фе прорыв е5 вот так вот белые пользуются тем что черные сделали что-то не то и получают великолепные шансы на победу варианты не на самом деле не очень-то и сложные конь бьет е5 проигрывает из-за хода f4 и теперь как бы черные не играли они остаются без фигуры или же белые просто убегают ферзем и остаются с огромным материальным перевесом на слон g5 мы теперь играем hg и оба коня на f6 и на е5 кричат помогите но помочь им никто не может один из коней неизбежно гибнет после же хода е5 d е ну сами понимаете что на такую позицию без слез не взглянешь стройные пешки по вертикали е да здесь белые обратно отдают просто своего ферзя ну и после хода конь c5 еще двойной удар на пешку на е6 и на b7 конь d8 приходится как-то здесь черным полностью уходить в полный пассив водя е1 водя c8 конь d3 конь d7 одну пешку белые отыгрывают ну и посмотрите тотальная доминация конь идет на е4 дальше там может поскакать на c5 на g5 у черных полностью позиция близко к запотованной теперь давайте вернемся слон е2 играет здесь фабиана курана теперь ходом король f8 алира зафи руджи выправляет ситуацию отыгрывает в результате он ферзя ну и после этого давайте немножечко здесь промотаем поскольку особо интересного здесь больше пока ничего не было разменялись пешки шахматисты перешли в окончание в котором и начались переключения после хода водя f6 c5 отвечает фабиана крана укрепляя водю на поле d6 и тут ходом аж 4 ошибается ферруджа на 30 ходу надо было срочно меняться на поле d6 нападать на эту пешку после g3 водя бьет d6 король c2 водя g6 водя е3 получалось абсолютно равная позиция в которой скорее всего быстро бы последовало мирное соглашение но h4 сыграл ферруджа пытается играть на победу хочет взять пешку на g2 и подкрепить слона ходом h3 замечу что сразу бить было нельзя из-за хода водя g1 со связкой слона ладя е7 шах король g6 водя е5 белый создает угрозу взятия на поле f5 пользуясь связкой в один на поле f6 и тут ферруджа проигрывает ходом водя h5 последний шанс надо было активизировать свою водю вот таким вот образом после водя f6 король е3 водя бьет d6 черные пешку отыгрывали отдавали пешку на поле f5 но как я уже сказал активизация води позволяет здесь черным еще с уверенностью глядеть в будущее после же хода водя h5 черный полностью как мы видим переходит к обороне и тут критический момент в партии фабиана курана получает великолепный голевой момент но его упускает ходом слона f1 он решает защитить пешку на поле g2 и после этого снова черные получают великолепные шансы на защиту в то время как ход солнце 4 вернее не солнце 4 а водя d8 строго побеждал теперь бить на поле g2 нельзя из-за шаха прострельного на поле g8 и теряется слон а на король g7 берем поле g8 вроде бы под контроль есть ход слон c4 снова поле g8 в нашем распоряжении грозит уже ладья е7 со смертельной атакой ну и здесь белые просто вот буквально побеждали в пару ходов не знаю что здесь могло не понравится американскому гроссмейстеру но он сыграл слон f1 теперь ладья бьет d6 cd ладья h8 шах король f7 солнце 4 белые встают засаду и снова критический момент в партии возник здесь феруд же надо было обязательно увести короля из-под возможного скрытого удара сыграть король g7 ну и здесь вот примерно такие варианты которые показывают что черные все еще могли здесь попытаться успешно обороняться до убелась здоровая и лишняя пешка но у черных все фигуры активные здесь еще можно как это попытаться посопротивляться но ладья d8 сыграл здесь алира зафи руджа теперь король е1 играет фабиана каруана король идет на поле f2 чтобы защитить пешку на поле g2 ну и выясняется что нельзя естественно бить на g2 снова из скрытого удара ладья е2 слон наносит скрытый шах и теряется фигура король g7 король f2 все поздно король прибежал пешку защитил у белых здоровая лишняя пешка и дальше без всяких комментариев легко доводит партию до победы американский гроссмейстер после слон бьет b5 теряется еще и вторая пешка так как вот ход ладья бьет d6 невозможен из-за хода солнце 4 и теряется слон на связке ну или теряется слон или просто шахматисты перейдут в окончание пешечная которая абсолютно выиграна благодаря тому что белые могут образовать отдаленную проходную на ферзевом фланге король f6 ферруджа пытается как-то защищаться но здесь уже поздно как-то поздно да пить боржоми когда почки отлетели ладья c7 ладья c6 грозит и дело в том что выясняется что пешку на d6 брать нельзя а с другой стороны а что делать две лишних пешки уже у белых приходится ферруджа брать ну после ладья c6 все форсируется размен ладей благодаря тому что ладья связана никуда уйти она не может и в результате белые остаются с одной лишней пешкой который с лихвой хватает для победы потому что белые цепляются к пешке на поле f5 и королем бегут к пешке на поле h4 после король g6 король g1 сдался ферруджа на 47 ходу поскольку делать нечего он неизбежно попадает в цуксванг так как он будет вынужден например защищать пешку на поле f5 ходом слон c2 ну тогда белый образует проходную путем b4 и здесь белый без всяких проблем одержит победу и так фабиана каруана одерживает победу в этой важнейшей для себя партии и также пытается присоединиться к гонке за лидерами на экране друзья вы сейчас видите результаты участников то как сыграл в десятом туре и турнирное положение участников после десяти туров наверху становится уже очень тесно лидирует у нас ян непомнящий и домараджу кукеш и там уже целая группа преследователей в лице ромеж бабу прогнананхи хикару накамуры ну и остальных вы также можете видеть на ваших экранах друзья если видео вам понравилось то ставьте лайки подписывайтесь на канал и включайте колокольчик чтобы не пропустить новые интересные видео на моем канале для вашего удобства если щелкните на левую конечную заставку то вы увидите обзор предыдущего тура справа будет обзор следующего тура таким образом все сделано для вашего удобства чтобы вы не потерялись и посмотрели весь супер турнир целиком находясь на моем канале с вами был олег саламаха играйте в шахматы любите шахматы и увидимся на обзоре следующего тура или же следующего супер турнира счастливо